Друзья, очередное видео в рамках лекции по книгам Дэвида Шнарха «Страсти и супружества. Близости и желания». Всё про отношения, про то, как они формируются, как двигаются и от чего зависит их благополучный исход. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Это необходимо для поддержки канала и для того, чтобы как можно больше людей узнавало об этой ценной информации. И подписывайтесь на мой канал «Красота в потоке жизни». Там больше информации о мероприятиях, которые будут вам полезны. Приглашаю. И приятного просмотра. Ну, тема «Близости» у нас сегодня. И «Близость»… Шнарх нам раскрывает немножко глаза на это понятие. И, возможно, в первой главе говорили, что представление о «Близости» у нас немножко искажённое. Сегодня мы как раз будем это раскрывать. В чём же искажение и что на самом деле является «Близостью», а что ей не является в том, в полном объёме, в котором это видит Шнарх. Ну, это, в всей видимости, то, как состоит наш брак. И в прошлый раз, да, чуть-чуть, буквально, я пробегусь, мы говорили про дифференциацию, напомню, да, про то, что это баланс между нашим стремлением к свободе, к автономности, к чувству себя, к своей индивидуальности. И в то же время готовность строить очень близкие, связанные отношения с другими людьми. То есть, когда мы можем оставаться собой рядом с другими, не теряя свою форму, близости, вообще долговременные гармоничные отношения возможны. Если мы очень не способны оставаться собой рядом с другими, то когда другой на нас давит, да, мы свою форму теряем. И поэтому мы в попытках себя как-то отстоять вынуждены сверхреагировать или отчуждаться от нашего партнёра. То есть, вот это вот влияние на нашу форму другого является для нас кризисом такой вот идентичности, то есть опасностью со стороны партнёра. И поэтому в эмоциональном слиянии отношения часто похожи на поле битвы, когда друг с другом партнёры пытаются отстоять свои права на свою самость. И по мере нашего развития, по мере усиления способности к автономности, способности удерживать себя, понимать себя, осознавать себя и оставаться собой, то есть не менять свою форму, даже когда партнёр с нами не согласен, это как раз даёт нам способность вот спокойно реагировать на происходящее вокруг. Поэтому вот слабые дифференциации у нас происходят либо для того, чтобы мы удержали свою форму, либо нам надо подавить другого нашего партнёра, либо мы уходим в самоотвержение и подчиняемся давлению партнёра. И то и то, да, создаёт сложности в наших отношениях. И мы говорили про развитие личной самости, про развитие цельного гибкого ябы, для того, чтобы держать эту внутреннюю форму, нам нужно вот это место внутри себя и развивать. Именно оно, вот эта личная самость внутренняя даст нам все возможности и способности психологические, да, для того, чтобы быть рядом с любимыми людьми и раскрывать свои потенциалы рядом с ними. И именно вот из-за того, насколько в нас больше развито вот это отражённое ощущение себя, как следствие эмоционального слияния, будет зависеть, да, вот, когда, где и почему у нас будет или не будет возникать желание, нужно оно вам вообще или нет. То есть от этого, от нашей способности оставаться собой зависит, насколько мы легко теряем наше желание, либо мы его сохраняем. Почему? Потому что влияние партнёра, да, оно либо будет очень сильным на нас, и мы, нас будет очень сильно качать в эмоциональной качели, либо будет более, менее для нас переносимым. И вот эта вот переносимость, да, влияние партнёра на нас позволяет нам как раз сохранять своё желание, даже когда происходит что-то очень критическое в наших отношениях. И вот эти четыре точки баланса нам необходимы для того, чтобы сохранять свой вот этот эмоциональный баланс, не разваливаться на части, когда что-то идёт не так. То есть когда у нас всё в отношениях прекрасно, когда у нас периоды такого взлёта, близости, страсти, порой нет нам необходимости уже сильно так на этом рефлексировать, но для того, чтобы брак был долговременный и стабильный, как раз нужны эти четыре точки баланса. Именно наша способность определять себя, держать свою форму, чётко и ясно осознавать свои внутренние цели и потребности, успокаивать свой ум, обоснованно реагировать в моменте, да, и осмысленно преодолевать трудности. Именно это позволит нам строить отношения именно в том ключе, в котором нам хочется. Не то, как заставляют нас наши реакции и наши боли, травмы какие-то, да, реагировать в отношениях, а именно здесь четыре точки баланса позволяют нам самим раскрывать всё лучшее от нас, что есть. И нести лучшую часть себя в наше партнёрство. Поэтому нам так важно обращать на это внимание. И в моменты, когда вы попали в какое-то стрессовое состояние, вы сверх реагировали, скорее всего, какая-то из точек баланса у вас просела. Поэтому очень хорошо рефлексировать, делать какую-то работу над ошибками, осознавать, а что же, чего мне не хватило. Может быть, мне не хватило ясности и понимания, что происходит. Может, мне не хватило способности к самоутешению. Может быть, я не сделала паузу перед тем, как среагировать, да, и на самом деле не понимаю вообще, для чего мне всё это преодолевать. Не хватает именно этого внутреннего вектора, куда я двигаюсь и куда двигаются наши отношения. И все эти этапы, этапы как раз усиления четырёх точек баланса, они позволяют нам и выходить из эмоциональных тупиков, которые мы попадаем с нашим партнёром, да, через это же усиливать себя и разрешать наши проблемы в браке. Ну, это вот там вам напоминание, эти схемки, которые вы будете, когда презентацию просматривать, вновь ещё вспомните. Вот, и наша задача, да, ещё раз определяемся для того, чтобы вот увидеть, что рядом с нами живёт живой человек со своими потребностями, и есть мы живые, у которых тоже есть свои потребности, есть свои цели, и есть своё какое-то отношение к процессу. И только когда появляются двое в нашем сознании, да, есть я и есть другой, тогда появляется вот эта готовность к взаимодействию уже полноценным и открытым. И также мы вот на этом занятии, да, мы не коснёмся, то есть мы сейчас с вами входим в такой отдельный блок тем, где будет разбираться именно механизм динамики, когда партнёр с низким желанием, например, близости, партнёр с высоким желанием близости, или партнёр с низким желанием секса, партнёр с высоким желанием секса, как это работает именно в разных уровнях дифференциации. То есть вот эти механизмы низкого и высокого желания в зависимости от уровня дифференциации запускают разные динамики в отношении. Если вы эту схемку поймёте, то есть как это примерно работает, да, вы получите вот этот инструмент, на который вы можете уже воздействовать. То есть у вас будет в уме понимание, почему вы приходите в тупик и что сделать для того, чтобы выйти из тупика. Как правило, выход из тупика происходит через самоподтверждаемую близость, о которой будем сегодня говорить. Вот. Мы сегодня чуть-чуть пробежимся в вопросах секса, потому что мы уже этого как-то касались, но основная тема у нас сегодня будет близости. А вопросы моногамии, сексуальной скуки, как это работает, да, мы оставим на следующий раз, на следующую встречу. Вот. И мы уже говорили, что партнёр с низким желанием секса всегда его контролирует и качество, и количество, да. Да. И также партнёр с низким желанием контролирует адекватность партнёра с высоким желанием. Да. Чуть-чуть мы вновь об этом вспомним. Почему это так происходит? Потому что так устроен брак, да, и в наших отношениях, особенно то, что касается нашего сексуального желания, секс случается тогда, когда партнёр с низким желанием дал этому добру. И качество секса происходит, как правило, на том уровне, на котором партнёр с низким желанием позволяет. То есть поскольку так устроен механизм природы. И партнёр с низким желанием контролирует секс, независимо от того, нравится ему это или нет. Именно потому, что у него желания меньше. Тот, у кого желания меньше, имеет в руках вот такой негласный контроль. То есть имеет в руках определённый элемент влияния, да, на партнёра с высоким желанием. А партнёр с высоким желанием в этом смысле зависит от партнёра с низким желанием. И если мы понимаем, что эта зависимость сформирована не из-за того, что партнёр с низким желанием имеет такой характер решать партнёра с высоким желанием того уровня и качества секса, на который он рассчитывает, что это не личностная характеристика, а природная, да, природный элемент происходящего, тогда это снимает вот эту нагрузку конфликтности между двумя. То есть нам эта информация нужна как раз для того, чтобы те, кто сейчас в позиции партнёра с высоким желанием, понимали, что у партнёра с низким желанием возникают свои динамики относительно нашего желания. И это по-своему влияет на его сексуальное желание. И когда мы получаем, допустим, отказ от партнёра с низким желанием, это не потому что нас не любят, а потому что так работает система брака. То же самое наоборот. Если мы в позиции партнёра с низким желанием, надо понимать, что это не наша какая-то неадекватность или испорченность, да, какая-то, вот, как Шнар пишет, бредовая психоидея, раз это происходит, стало быть, ты обязательно тайно хочешь этого или что-то с этого получаешь, да, то есть вот это вот заблуждение и искажённое вот это восприятие этого конфликта со стороны, допустим, партнёра с высоким желанием, вводит партнёра с низким желанием, да, в состояние глубокого отчаяния. И нам надо это знать, потому что, когда мы это знаем, мы понимаем тогда уже, что делать. Если мы партнёры с низким желанием, у нас одна стратегия тогда выхода из этого. Если мы партнёры с высоким желанием, тогда мы тоже вырабатываем свою стратегию, да, для того, чтобы не убить окончательно желание между нами как парой. Вот, и как же партнёр с низким желанием контролирует секс? Ну, во-первых, инициатива в сексе, как правило, происходит со стороны партнёров с высоким желанием. То есть я хочу три раза там, да, в день или три раза в неделю, партнёр хочет один раз. Поэтому инициировать будет чаще всего партнёр с высоким желанием. Каждый вот раз этот заход в инициирование, да, порождает вот это ощущение зависимости от партнёра с низким желанием. Второе, партнёр с низким желанием принимает решение, на какие ухаживания он среагирует, на какие нет. И здесь партнёр с высоким желанием, да, попадает в такую тоже очень сложную двойственность, потому что если что-то партнёру с низким желанием не понравится, да, то, как Шнар пишет, или будет по-моему, или вон дверь, да, приходите завтра. И если партнёр с высоким желанием, например, предлагает изменить чистоту, ритм или стиль секса, то партнёру с низким желанием достаточно просто слегка засомневаться. И партнёр с высоким желанием тут же отступает в страхе, что он вообще ничего не получит. И вот это отступание постоянное, да, зависимость, оно как раз вот и усложняет отношения и создаёт вот эту внутреннюю обиду и неудовлетворённость партнёра с высоким желанием. И третий момент, это определяет, когда будет вообще, в принципе, происходить секс. То есть это передаёт де-факто контроль над сексом в руки ПНЖ, независимо от его на то желание. И это, как Шнар говорит, то, что есть, нравится нам это или нет, это происходит во всех парах. Но как пары с этим справляются, многое будет говорить о вас, независимо от того, ПНЖ вы или ПВЖ. И то, что это происходит, не зависит от того, какой вы по характеру человек, да, это закономерности. Поэтому нам, если мы в состоянии сильного эмоционального слияния и зависимости от отражённого ощущения себя, то вот это влияние партнёра с низким желанием, допустим, на партнёра с высоким желанием будет создавать очень конкретное пространство, да. Поэтому нам нужна дифференциация для того, чтобы уметь справляться с этой разностью в желаниях ненасильственным способом, да, без давления, без агрессии какой-то внутренней, без доведения отношений до тупика, не усиливая, по крайней мере, тупик. И также мы говорили, что партнёр с низким желанием также влияет и создаёт зависимость от чувства адекватности у партнёра с высоким желанием. Потому что каждый раз отказывая партнёру с высоким желанием, партнёр с высоким желанием, получая этот отказ, начинает воспринимать себя нелюбимым, плохим любовником, отвергаемым, то есть берёт всё на свой личный счёт, и это запускает вот этот механизм боли, попадает в травму отвержения, да, и включается механизм давления, как попытка избавиться от этих неуютных чувств. И вот это давление, которое влияет уже на партнёра с низким желанием, да, оно заставляет партнёра с низким желанием чувствовать в свою очередь себя неадекватным, раз я не хочу секса, например. И тогда получается вот эта взаимная неадекватность, она разделяет обоих партнёров и постепенно сводит желание к минимуму. И если у партнёра с высоким желанием даже и есть сексуальное желание, да, он инициирует его периодически, но чаще всего это превращается в то, что партнёр с высоким желанием больше уже заточен на сам факт секса, а не на желание своего партнёра. Потому что в этом уже механизме сердце закрыто, много накопленной обиды, много накопленного претензий внутренних, да, разочарований, и поэтому партнёр с низким желанием воспринимается уже как, имея контроль, имея влияние, да, на партнёра с высоким желанием воспринимается уже как враг. И партнёр с низким желанием в этот момент начинает чувствовать, что секс обезличивается. То есть желание со стороны партнёра, более высокого желания, да, оно становится обезличенным. И это естественным образом запускает вот этот импульс свободы, желание отстоять себя, отказаться от тирании, отказаться от какого-то насилия в плане секса, да, и не включает вот такое очень сильное сопротивление партнёра с низким желанием. То есть вот постепенно, да, если вы детально изучите вот эту табличку, происходит всё очень закономерно. Сексуальное, то есть если мы исходим из предпосылки, что сексуальное желание априори должно быть в равной степени у обоих, то когда партнёр с высоким желанием инициирует секс, партнёр с низким желанием в разницах вот этих контактов, да, начинает создавать себе искусственную цель, и надо возбудиться вопреки своему искреннему желанию. То есть проявляет такое внутреннее насилие над собой. И это не всегда заметно. Но постепенно эта разница в желаниях становится заметна, и партнёр с высоким желанием это чувствует, да, и видит, что партнёр с низким желанием соглашается и подстраивается под желание ПВЖ, да, я буду сокращать ПВЖ и ПНЖ. Вот, и начинает развиваться вот этот механизм траха из жалости. То есть секс случается, но включённости ПНЖ здесь нет, да, а ПВЖ это видит и расстраивается. Он берёт на свой личный счёт нежелание ПНЖ к самому себе. И получается, что начинаются предъявляться претензии, злость обвинения, виноват ПНЖ. ПВЖ начинает использовать разные уловки для того, чтобы стимулировать в своём партнёре желание, чтобы это происходило чаще на том уровне количества и качества, которое хочется ПВЖ. поэтому он использует и уговоры, да, и умоляет иногда, и как-то использует разные фишки для того, чтобы сверхвозбудить там своего партнёра. Давит иногда, холодом отчуждается, ходит обиженным, да, начинает тоже отказывать иногда в сексе. Вот ты мне не давал, вот теперь побудь в моей шкуре, да, теперь я тебе откажу. Отказывать в каких-то других потребностях, когда ПНЖ, допустим, о чём-то просит, да, если секса вчера не было, значит ПВЖ говорит, ну вот, а теперь, а я тоже не пойду тебе навстречу. И вот начинается такая войнушка и нести. И, конечно, для партнёра с низким желанием, такое поведение партнёра с высоким желанием становится крайне несексуальным, крайне непривлекательным. Ощущается это как давление, да, на ПНЖ, сильный контроль над ситуацией в руках ПНЖ, который он на самом деле этого контроля не выбирает. И вот это вот такая балансировка, да, это давит, а этот сопротивляется. И партнёр с высоким желанием уже просто заходит, просто сделай это, просто дай, что тебе жалко, да, вот такие фразы, они классические. Это повторяется, ну, практически в каждой семье. Не потому что люди такие плохие, да, потому что вот так работает система. А ПНЖ вот нет, да, не надо мне указывать, вот что мне делать, я что обязана, я что обязан. ПНЖ бывает и мужчина, и женщина, это не относится к полу, вот. Но чаще так бывает, что ПВЖ всё-таки мужчина по физиологической природе почему-то. ну, бывает как раз и другие, ну, ровно наоборот. Вот. И всё это приводит к тому, что каждый чувствует себя нелюбимым, ПНЖ чувствует себя использованным, что ПВЖ нужно только тело, а по факту в этой борьбе так оно и происходит. Потому что ПВЖ уже не чувствует именно вот желание к своему партнеру. Качество секса здесь низкое. И оба жертвуют друг друга. Всё это убивает сексуальное желание, обезличивает секс, создаёт усталость и бессилие всех. И вот в таких историях чаще, ну, так бывает, что пара в браке себя находит спустя 10-15 лет, попыток адаптироваться друг к другу. Вот. И. Вот эти элементы влияния друг на друга, именно партнёра с низким желанием, партнёра с высоким желанием, они, когда мы воспринимаем всё очень личностно, когда мы не учитываем вот этих элементов и динамик, когда мы начинаем бороться со своим партнёром, мы в 100% случаев свою ситуацию заведём в эмоциональный тупик, в состоянии чуждённости. Поэтому для того, чтобы нам немножко вырубить из этой части, из этого состояния, здесь возможна дифференциация каждого. И партнёра с высоким желанием, и партнёра с низким желанием, да, можно это осуществить. Ну, в прошлый раз мы тоже немножко этого касались, не буду сейчас останавливаться, вы можете это ещё раз ознакомить. И сегодня у нас, поскольку, почему зашли мы через партнёра с низким и высоким желанием, потому что примерно такие же механизмы у нас реализуются, и относительно темы близости, да, и относительно темы внесения каких-то новшеств в наши отношения. Кто-то хочет обновлять там сексуальный репертуар, да, кто-то этого не хочет. Кто-то хочет больше близости в отношениях, кто-то её не хочет. Кто-то хочет верности ему ногами, да, кто-то хочет иметь истории на стороне. Поэтому вот эти разницы в желаниях, больше-меньше, они наблюдаются у нас в каждой сфере, чего бы мы ни касались в наших отношениях. Но вот эти, то, что я перечислила, особенно про секс и особенно близость, являются краеугольными камнями, то есть вокруг чего у нас и создается вот это ощущение общности. То есть если у нас проблемы в сексе или проблемы в близости, наши отношения начинают переживать кризис. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!